когда ничего не хочется так бывает что ничего не хочется и действительно бывает так что прям падает дофамин и ничего не хочется подписывайся на мой канал если тебе интересна тема психологии жизни и нутрициологии сегодня мы с тобой поговорим про социальную такую ангедонию когда реально ничего не хочется и у меня были такие моменты когда приходил человек говорил о том что деньги есть то есть все есть но все равно ничего не хочется что происходит когда ничего не хочется почему это происходит и как с этим можно работать и можно ли действительно с этим работать поговорим ничего не хочется по нескольким моментам или это работа твоего организма или это проблема состояния и виды симптомы Ангидонии очень серьезно зависимы от дофамина, серотонина и мотивация бывает абсолютно нулевая. Очень часто мы теряем самое-самое сильное желание какого-либо действия, когда есть какие-то такие моменты, связанные с болезнями. Бывает это история, связанная с гормонами, но бывает и стрессовые нарушения. Ангидония бывает и защищает нас от негативного воздействия среды. У кого-то есть эмоциональное выгорание, психологические травмы, у кого-то есть расстройство адаптации при резком переезде, смене привычного образа жизни. У кого-то есть аффективные расстройства, зависимости, и когда мы себя чем-то стимулируем, это все очень серьезно влияет. У кого-то есть история шизофрении, у пациентов шизофрении это история с дисбалансом дофамина и серотонина. У кого-то есть синдром СДВГ, нарушение, у кого-то рассеянный склероз, паркинсона, травмы головы, спинного мозга, гиперпролоктинемия, бывает расстройство полового влечения. В общем, много-много причин. И у кого-то это работа с медикаментозной терапией, а у кого-то психотерапия достаточно серьезно решает многие вещи. И психотерапия помогает побороть проблемы. Что будет, если не лечить эту историю? Конечно, здесь начнут налипать дополнительные проблемы. Отказ общения с близкими людьми, снижение работоспособности, разрушение карьеры или какие-либо другие проблемы. Что хочется еще сказать? Что если вообще ничего не хочется, это может быть проблема надпочечников, может быть какая-то физическая проблема. И одна из самых популярных причин апатии это не лень, как об этом любят рассуждать. Это часто хроническая усталость, переутомление, на которое вы просто перестали обращать уже внимание и живете в этом достаточно долго. Плюс могу сказать, что если у вас забит календарь и вы вообще в принципе забиты работой, то это влияет. Некоторые люди перестали видеть перспективу и идет выгорание. Это тоже может создать большую трудность в дальнейших действиях. Если человек не умеет ничего хотеть, это другая история. И могу сказать, что супер важно, если ничего не хочется, начать хотя бы как-то выбираться. Идти к психологу, идти к нутрициологу, идти к какому-то физкультур-тренеру. Почему? Когда ничего не хочется, очень важно не оставаться одному с этим всем. Когда ты один наедине с этим всем, очень тяжело понять, что тебе самому плохо и вытащить себя. Многие говорят, я хочу то, то, пятое, десятое. И в общем не идут в нормальном контексте. И когда ничего не хочется, очень важно найти того другого, который тебе поможет с этого выбраться. И глупые советы о том, что ну захоти чего-то, ну попробуй, ну давай, давай же, давай, не работают. Очень важно работать с искусством маленьких шажков, стимулировать себя, визуализировать, выходить из зоны комфорта. Иногда устраивать себе профилактические дни и в такие периоды полностью отказываться от любой деятельности. Чтобы не было эмоционального выгорания. Постоянная усталость, изнеможение, отсутствие желания в жизни. Все это имеет место быть. И не забывайте отдыхать, побольше находитесь в офлайне. Получайте новые впечатления и сведите по минимуму негативные впечатления. Потому что, когда вы не расставляете приоритеты, то это тоже создает большие проблемы. Подписывайтесь на мой канал, пишите. Если у вас есть депрессия, агрессия, нарушение сна, аппетита и другие проблемы, то жду вас в консультациях. Пока-пока.